Приветствую вас. Елена прочитала ваш вопрос. Давайте мы с вами постараемся разобрать его. Во-первых, мне кажется, что вы не совсем точно, не совсем верно понимаете что делает психолог. Психолог не спасает отношения. Психолог помогает лучше разобраться в себе и в своих чувствах, лучше понять себя, в первую очередь, не других людей. То, что вы бросите здесь сделать у нас, это вообще не относится к психологической помощи. Потому что вы хотите, чтобы мы помогли вам, дали совет, хотя психологи советов не дают, что можно сделать по дороге в аэропорт завтра. То есть завтра вы едете в аэропорт с молодым человеком и вы хотите что-то сделать и в этом мы должны вам, по вашему мнению, помочь. Это не работает так. Мы не знаем вашего молодого человека и мы не знаем вас. Но главное, что если вы сделаете так, как, например, посоветуют вам кто-то из нас, допустим, то мне думается, что у хорошего ничего не будет. Потому что, как правильно заметил мой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович, а проблема, в общем и целом, она остается. Это проблема того, что вы не собираетесь терпеть его флирт. И, в общем-то, это справедливо, наверное. И он не собирается ничего делать для того, чтобы это изменить. Это тоже, в общем-то, факт. Вот. Поэтому я думаю, что заострить вам своё внимание нужно не на нём, не на молодом человеке, не на том, что делать с ним, а на себе и разобраться в себе. Потому что, как мне кажется, достаточно много вещей, на которые вам стоит обратить внимание. Их, может быть, немного по количеству, но достаточно важны они сами по себе, чтобы на них обратить внимание. Первое. Это то, что между вами и вашим молодым человеком есть разница в возрасте в 10 лет. Ну, это достаточно большой возраст, достаточно серьёзное различие, 10 лет. И, как мне, думается, что в некоторой степени вы видите в нём ведущего. Но это же указывает и то, что вы спрашиваете у него, как он видит будущее ваше совместно. Совместно. Ну, вот. Как он видит ваше дальнейшее будущее. На это указывает. И мне думается, что это очень важный момент. Важный момент, почему вы видите, почему вы спрашиваете у него, какое он видит будущее, как он видит будущее. Почему вы, как бы, получается, опираетесь на молодого человека здесь, а не сами на себя. Вот. То есть здесь, получается, вы видите в нём некую опору. И это напрямую связано с тем, что у вас есть разница в возрасте, достаточно большая. Нет, конечно, вы можете отрицать это, безусловно, вы можете отрицать, но, по общему правилу, если разница в возрасте большая, она у вас составляет 10 лет, то здесь имеет место быть акцент на молодом человеке, на своём партнёре, на мужчине, как на родителям. Вот. Я знаю, что вам, может быть, это неприятно, я знаю, что вам, может быть, это будет, вы это оспорите. Возможно, вы захотите это оспорить, но, как бы, факт остаётся от этого вам фактом, да? И, как я думаю, на это нужно обратить ваше внимание, да? Вот. Потому что это очень важный момент. Это действительно очень важный момент. Как правило, люди выбирают, вот, в партнёры себе определённых, ну, определённого типа, определённого типа мужчин, да? Тогда, в вашем случае, это явно старше человека. Это происходит в том случае, если вы, например, ну, можете, допустим, допустим, к примеру, видеть себя в близком взрослый, например. То есть, вот, ну, процент чересчур взрослый, да? А вот. Такое вполне может быть. Если человек в близком взрослый, значит, он может как-то вот подавлять свои чувства, быть слишком рациональным, ну, пытаться быть слишком рациональным. Вот. И прочее, прочее, прочее. Вот это такой, такой очень, эм, очень важный момент, эм, на мой взгляд. Но, который вам нужно обратить, обратить, эм, свое внимание. Потому что, от этого зависит то, как дальше вы будете устраивать, собственно, отношения с мужчиной. Следующим пунктом идёт, эм, то, что вы выбираете отношения на настоящее. Да, тоже, в какой-то степени, эм, чем-то обусловлено, обусловлено, возможно, тем, что, в реальной жизни вам отношения построить достаточно трудно. Вот. В реальной жизни вам отношения устраивать неопровечно, не комфортно, не комфортно. То есть, по какой-то причине вы пришли в, эм, ну, в виртуальный мир. Да? И мне кажется, что этот момент тоже нуждается в корректировании, в исследовании. Вот. Насколько аутентичен, аутентичен выбор, вашего мужчины. Ну, насколько вот, эм, эм. Насколько снабыт, насколько снабыт, ваш выбор его, выбор, мужчины. Мужины. Вот. Эм. Дальше. Дальше. Выпишите. Значит, сон, делал всевозможное, чтобы вы проводили время вместе и всё оплачивал. Да, вот видите, здесь уже, эм, имеет место быть такая вот, эм, ну, такое она может быть. Правильно, правильно, правильно я буду сказать. Такое. Эм, здесь имеет место быть неравноправие. То есть, эм, он, вот, именно он всё делает для того, чтобы вы были вместе. То есть, не вы вместе, а он делал. И всё, оплачивал тоже он. Тогда. Единственный вопрос, а, эм, ну, почему, 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 собственно, 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 он, эм, всё делал, да? А, а вы, вы, как вы принимали, принимали ли вы участие в этом? Знаете, вот это, эм, тоже, такой, достаточно, эм, на мой взгляд, важный момент, на, который, ну, нужно обратить. Обратите внимание. Вот. Потому что, эм, это, что, как, как вы устраиваете, эм, обно, обно, ну, отношения с мужчиной, да? Вот. То есть, эм, не только с этим мужчиной, да? А, собственно, ну, вообще с мужчинами как таковыми. Вот. Это важно. Дальше, эм, на самом деле. Ну, соотношения начались постоянно. Так, э, здесь, смотрите, какой, какой, эм, момент. Вот. Это момент такой, что вас объединяет. Что, что вас объединяет. Что между вами общим? Я абсолютно? Сейчас. Я не сучу. Эм, понятно, что между вами общим, что вас объединяет, как, как вы друг друга видите. Очень важно. Очень важно. Очень важно для вас и очень важно для дальнейшего, ну, для дальнейшего исследования. Вот. Потому что, вот, э, то, что вы, э, в социальной сети, э, э, ну, поднакомились. Да, ну, все-таки это, вот, как-то, наводит на мысль, а дум, да? На, насколько вы друг друга воспринимаете? Эм, аутентично, аутентично. Вот. Я, опять же, не говорю, что вы обязательно его не любите. Я этого не говорю. Я, опять же, вот, пытаюсь здесь указать вам на эти моменты, моменты. Дальше. Я планировал после двух лет, когда окончил университет, поехать и восстановить кадробор. Он об этом знал, и мы верили в наше будущее. Эм, ну, здесь... Есть, конечно, тоже момент, э, э, что это значит. Мы планировали нажать с ним в будущее. То есть, почему вы считаете, что, э, ну, есть вот такое, может быть, не знаю, понятие, да, как, э, как ваше будущее. То есть, э, мне кажется, что есть будущее ваше личное, есть эм, будущее его, и вот то, насколько, э, совпадают ваши, ну, представления, что ли, о будущем, вот, насколько вы можете быть вместе. И, соответственно, либо может быть, э, падение, да, либо нет. Вот. Ну, получается, что здесь идёт эм, какой-то такой вот эм, я бы сказал, слияние, что ли, то есть попытка вот слиться с человеком. Эм, что, безусловно, ну, на пользу, на пользу идти вам не может, в принципе, да. Вот. То есть, насколько, насколько вот вы думали, думали или думаете, да, о себе. Вот, именно насколько. Дальше. Идём. Эм, я тут взял ошибку, здесь всего. Я заметил, что он продолжил добавлять, э, девушек, э, разных вверх сети, меня это не радовало, я пытался объяснить, что он понял, и прекратил это. Ну, здесь я бы спросил, эм, чем вас это не радовало. Вот. Я бы спросил вас так. И, вот, пожалуй, не очень хорошим ответом, эм, было бы то, что, если бы, ну, если бы сказал, что, например, любой девочке, это было бы неприятно. Потому что, э, любой девочке, может быть, это было бы неприятно. Любой девочке. Но, вопрос заключается, что он, почему неприятно. Вот, в чем заключается вопрос. То есть, вас это, как-то задевало. Вам это, как-то, как-то не нравилось. И не нравится. То есть, вас это, как-то, тревожит. Или что-то ещё. Да? То есть, вот, этот момент, он, э, не совсем, понятен. Но, его нужно рассмотреть. Его нужно разобрать. Потому что, он важен. Этот момент. Вы говорите, что царевность, царевность, это предполагает целый ряд, э, моментов, целый ряд негативных, к сожалению, э, факторов. Вот. Так же, как, неуверенность себе. Страхательное общество. Ответствие собственной реализации. В полной мере. Ответствие собственной значимости. Ого. Отношение к сексу. Такое вот. Специфическое. Дальше. Весь август, э, да. Он понял и прекратил это. Хорошо. Он это прекратил. А что вы дали ему? Потом кто-то у себя забрал. Что вы ему дали? Весь август я жила в его городе. Мы с ним жирно проводили вместе время. Но, опять же, это значит мы. Мы вместе проводили. Что значит мы? Я и он. Я и ты. Не мы. Бывали сложные моменты для меня. Гультура разный. Язык пока ещё плохо знаю. Гультура сделала по одному. Но он сказал, что он преоперируется. Что не только ради, 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 только ради тебя и, только ради, только если ради тебя. Что тебе нужно от наших отношений. Как ты планируешь наше будущее. Эм. Ну, собственно, значит, вы демонстрируете такую, значит, кульминацию. Кульминацию. Своей ревности. Кульминацию. Своей неверности. Соперед, вы вот ли я? Этим вопросом. Так. Что смотивировал вас, так сказать. Его это испугало. Я с силой поняла, что без него люблю эту страну. Его это испугало. Я с силой поняла, что я без него люблю эту страну. Но... То есть вы говорите вспышки. И Катий для себя что-то понял. А поняли ли вы, почему вы загорели? Ну, вот, вы написали, что остыли. Да. А поняли ли вы, почему загорели? В последние дни я оставался у него. Все было хорошо. Но впервые за наше время я решил залезть к его телефону. Зачем? Там он филитовала девушку, она приглашала как-нибудь к себе. Я собрала вещи и ушла. А почему не поговорили? Он был очень расстроен. Он пытался со мной поговорить. И все. Решить просто. Отстаться. И никуда не идти. Но я его не слушал и ушел. Почему? Он не заслужил такого отношения. Он от меня, так он действительно очень много для меня делал. Ну, мне кажется, что вы вот с не совсем верной позиции здесь подходите. Потому что там никто ничего не заслуживает. Это первое. Второе. То, что он для вас сделал, никакой роли не играет. Такой особой роли, по крайней мере, не играет. Потому что он сделал это, в общем-то, только из-за того, что хотел. Ведь он не делал ничего такого, чего он не хотел-то. Да? Ну, я надеюсь. Вот. Дальше. Он не заслужил, но ваши эмоции, которые у вас есть, они, мне кажется, ну, как минимум, дослуживают того, чтобы на них обратили внимание. Потому что до сих пор вы особого внимания на них не обращали. Не обращали. Не обращали. А, вот. То есть у вас число вины. Значит, он, так. Я ему написал в тот же вечер, мы говорили, но он сказал, что порой мы по поводу наших отношений. Что именно. В итоге сегодня сказал, что все хочет закончить отношения, потому что все сложно быть в разных странах. После моего поведения, когда я не принимал его заботы про отношения, поговорив само со мной, он для тебя еще больше счастлив, ему такого не надо. В общем-то, это говорит о том, что человек уже сейчас ощущает, что ему тяжело дается ответственность, тяжело даются отношения. И так просто не готов. А, я сказал ему, что именно это, прошу прощения за все, очень мне очень жаль, что так получилось. Ну, по сути, обрадуется, да? То есть вам бы поговорить о своих чувствах, вам бы говорили свои чувства, как это делает он. Вы еще обрадуетесь, унижаетесь. Опять же, для чего? Я видел по нему, что он настроен так же сильно, как и я, но после моего поступка, наверное, дороги нет. Это вы и сказали, или он? В общем, к сожалению, он написал, что если мне тут надо чем-то помочь, и я могу писать, как обычно, он желает мне только самого большого счастья, и т.д. Пришел у меня, чтобы отвес меня разрывал раппорт, посмотрел, хотя бы все мне в лицо, и по-другому раз спрощает. Сказал, почему он спрощает? Ну, это драматизм какой-то, мне кажется, есть элемент манипуляции. Я согласилась, но он решает такие драмы, и хочется вернуть в то время, остаться с него так вот нормально. А вот с чем связано ваше желание вернуть в то время? То есть есть ощущение, что вы предскажите свои желания. Какие-то есть ощущения. Есть такое ощущение. Можно ли что-то сделать, чтобы что? Или раз когда у нас так и будет, я правда очень сожалею, теперь понимаю, что пока не потратите, я поймёшь, что это ценность. Да нет, здесь дело не ценность, а в том, что вы свои чувства игнорируете. Вот действительно, мне очень дорого, когда не получал я такого человека, который понимал меня с полуслова. А здесь очень, для вас очень важно то, что вас понимают. Вот очевидно, что вас другие непонимали, и привлекают вас в то, что он вас понимает. Здесь мы говорим о вас, а не о нём. Здесь мы говорим о вашем отношении к себе через него, но мы не говорим о вашем отношении к нему. Это важно. Большую помощь, да, советую, что мне можно пытаться сделать завтра по дороге в аэропорт. Надеюсь, какая-то наличие надёжно на это. Ну что? Вот прям всё хочется сделать, думай и делайте. То есть то есть как вы советуете, как можно. Мне Елена что-то советует. Понимаете, вот у меня возникло такое ощущение, да, что с одной стороны вы человек очень-очень, не зревый человек. Такой вот может быть строгий к себе. А с другой стороны мне кажется, что вы, пооборот, очень незревый человек. Не знаете свои чувства, не понимаете, что вообще. Это просто такая вот двоякая, у меня двоякое восприятие. Я думаю, что вот это нужно подкорректировать. Чтобы вы делали то, что чувствуете. Знаете, и чувствовали то, что вы делаете. А у вас есть вот некий такой раздрай в этом. Вот. Такая вот история. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.